Тяжело живется узурпаторам и диктаторам, а если говорить без каких-то таких идеологических коннотаций, то правителям, которые очень долго засиделись в своих креслах, где мы можем наглядно видеть, что такое несменяемость власти. Смотрите, Александр Григорьевич Лукашенко боится, что его свергнет Путин. И совсем недавно нам рассказывал, смотри, предыдущее видео о том, что российские олигархи финансируют белорусскую радикальную оппозицию и хотят привести ее к власти. Естественно, вместо Лукашенко. Что-то подобное происходит и в России. Там тоже свои страхи и опасения. Естественно, они говорят не о Беларуси. Нет, там главное зло – это Запад. И этот Запад уже окружил бедную Россию врагами. Сегодня поговорим о том, чего на самом деле боится Кремль и его хозяин. Несменный, конечно же, я имею в виду Владимира Путина. Меня зовут Роман Соболек. Я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь, ведь здесь мы называем вещи своими именами. Вы не поверите, но сегодня в администрации президента России сообщили, что никаких олигархов в России нет. А это значит, что они не могут финансировать радикальную оппозицию в Республике Беларусь. И, по-моему, уж сильно этот подход похож на то, что исповедуют россияне в отношении Украины. Ну, смотрите, они захватили Крым, захватили Донбасс, часть Донбасса. И сейчас в части Донецкой и Луганской областей поют нам о том, что их там нет, что у нас внутренний конфликт. Да, и вот эта же схема, по сути, используется для того, чтобы рассказать и белорусам, что российского влияния там нет. Короче, все очень и очень серьезно. Но понятно, что Зеленского не пригласили на парад. Потому что Украина не член СНГ, ну и слава богу, и Украина ни разу не показывала, не демонстрировала сигналы, не посылала сигналы в направлению Москвы о том, что мы вместе хотим отпраздновать с ними праздник, победы. Победа была 9 мая, но парад из-за коронавирусной заразы перенесли на 24 июня. Возможно, в связи с отсутствием этих сигналов со стороны Зеленского Россия проводит парады в оккупированном Луганске и Донецке. Ну, теперь давайте-ка перейдем к российским страхам. Дело в том, что они как бы проявляются с новой силой, когда приходит время выборов или каких-то голосований. Говорят, вредно читать советские газеты перед едой, это качество очевидно свойственно и российским. Но вот сегодня в издании «Аргументы и факты» свое мнение по этому вопросу высказал секретарь Совета национальной безопасности России, товарищ Патрушев. И да, он в контексте обновления тоже опять же заговорил о том, что Запад хочет свергнуть Путина. И должно это произойти, естественно, с помощью оранжевых революций, цветных. Ну, а каких же еще? Вот он, этот товарищ, он принимал непосредственное участие в выработке решения по началу войны с Украиной и аннексии украинского Крыма. Ну, и дальше все это вылилось в бойню на Донбассе. Первый вопрос касается протестов в Соединенных Штатах. Мол, в США обижают людей, нарушают права человека и полиция жестко выполняет свою работу. А при этом Вашингтон про другие страны говорит, что такого делать нельзя. И как бы намек на то, что вот Вашингтон, он организовывает протесты по всему миру. Но тогда единственное непонятно, если американцы организовывают протесты во всем мире, то кто же организовывает протесты у них? Какое-то просто непонятное явление. Но это интервью, оно посвящено обнулению сроков президента России. И здесь Николай Платонович Патрушев нам рассказывает, обвинения в адрес действующих властей под надуманным предлогом это давно отработанные Западом инструменты так называемых цветных революций. Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить любые претензии. В разгоне мирной демонстрации, в гибели участников протеста или якобы имевшие место махинации на выборах. Я так понимаю, эти все вещи не исключаются в России в случае протестов после обнуления. А то, что оно произойдет, никаких сомнений у меня лично нет. На самом деле оно уже произошло, это чисто формальность. Но в таких ситуациях, напомню, там где люди действительно якобы голосуют, то всегда видна рука этого дяди Сэма. Вот вопрос. Некоторые эксперты считают, что по той же причине Западом развернута информационная кампания с фальшивыми обвинениями России в организации протестов в США. Как сказано, фальшивые обвинения. То есть журналист, он уже знает, что Россия священная наша держава и она ни при чем. Я, кстати, тоже думаю, что такие вещи, они не могут быть инспирированы извне. Должны быть исключительно внутренние противоречия. Так вот, Патрушев по этому поводу размышляет в таком ключе. В своих стратегических документах Запад и, естественно, США и НАТО обозначают Россию как врага. Поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности. Мне кажется, чем будет больше мультфильмов, которые продюсирует Владимир Владимирович, там, где российские ракеты летят в сторону Соединенных Штатов, тем больше будет таких документов. Так вот, регулярно используются подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, но в данном случае Российской Федерации, институтов госвласти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей. Как вы понимаете, бездуховный Запад, он, ну что, не спит, конечно. Он хочет, чтобы Россия закончилась. Потому что мы же знаем, что есть Путин и есть Россия. Еще Патрушев рассказывает о том, что Запад постоянно вмешивается в выборы в Российской Федерации. Хотя я думаю, если бы Запад вмешивался, то, может быть, были какие-то другие результаты. Потому что сейчас такое впечатление, что если он вмешивается, то, наверное, на стороне Единой России Владимира Путина, потому что там всегда результаты стремятся к 100%. Еще, естественно, россиян пугают тем, что западные неправительственные организации как бы плетут заговор в самой Российской Федерации, что им дают кучу денег на это. Но вот я не знаю, когда выходишь на улицу и вообще включаешь российский телевизор, то не видно результатов этой работы. Но она-то есть. С этим мнением секретарям Совета Безопасности полностью согласны и в Кремле. И это неудивительно. Пожалуйста. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал о неких попытках Запада расколоть общество в Российской Федерации перед голосованием по Конституции. Разделяют ли в Кремле эти опасения? И, может быть, уже можно сказать, какие признаки такой деятельности, о которой беспокоится Николай Патрушев, наблюдаются уже сегодня? — Ну, послушайте, это, безусловно, это мнение, в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идет в целом концептуально о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно. Это все видно невооруженным глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза. Вы уже догадались, что Соединенные Штаты, которые, как мы уже знаем, охвачены протестами, хотят испортить российский батут. Батут Владимира Путина, который позволит ему находиться во власти до 2036 года. И вот мы считаем, по имеющимся в нашем распоряжении данным в преддверии этих политических событий, ну, в смысле, голосования за обнуление, ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения. Слушайте, не знаю, как насчет сепаратизма в России, но в Украине его точно нет, потому что у нас исключительно оккупация России частей Украины. Сепаратизм – это за отделение. А в данном случае, если там шарахаются люди в российской военной форме, то какой же это сепаратизм? Главная задача – внести расколы в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием. Предупреждает наш Патрушев, Хотя, как это возможно сделать, если Кремль полностью контролирует все кнопки российского телевизора? Ну и в интернете тоже работают они очень и очень активно. Как вы понимаете, Николай Патрушев тоже в этом интервью не сообщил россиянам, что вся эта идея с поправками в Конституцию вызвана исключительно одним – желанием обнулить президентские сроки главы российского государства, действующего. И здесь они размышляют исключительно о том, как эти западные супостаты и негодяи хотят испортить жизнь Российской Федерации. Смотрите, они здесь размышляют, что в основной закон России вносятся поправки, касающиеся суверенитета, территориальной целостности, недопустимости вмешательства во внутренние дела. Хотя на самом-то деле все эти законодательные нормы давно прописаны. Так вот, тут даже вспоминают о том, что высокую активность проявляет в частности Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый форум свободной России, где обсуждают новые формы гражданского протеста и сценарий усиления внешнего давления на руководство России. Был я однажды на этом форуме так называемой свободной России. Но это же клуб поинтересам. Там люди, в основном иммигранты, собираются поговорить о будущем. Никакой угрозы эта площадка, естественно, нести не может. И все об этом прекрасно понимают. Тем более они там разделились. Это, по-моему, тоже спецоперация Кремля. Тут рассказывают о том, что готовят журналистов для России. Хотя, почему они так этого боятся? Ведь их не берут на место действующих российских звезд на телеканале «Россия-1». Еще тут госдепартамент, печенье, ну, в общем, фонд Сороса и так далее, и так далее. И все это, естественно, для того, чтобы свергнуть Путина. Так они боятся этих цветных революций, что даже дают рецепты, как с этим бороться. Смотрите, значит, в большинстве случаев, по мнению Патрушева, демонтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний при участии спецслужб. А интересно, но действия непосредственно властей этих стран, которые пострадали, как они тут говорят, от революции или переворотов, оно в принципе не рассматривается. А то, что эти правители довели свои государства до ручки, почему-то об этом не говорится. И давайте-ка вспомним 2014 год. У нас же восстание против Януковича. Оно же не просто так возникло. Но эти мелочи или подробности, естественно, тут все упускают. Кстати, сейчас вот и Россия, и пророссийские силы в Украине, они как раз мочат саму идею Майдана. Потому что чего они хотят? Они хотят вернуться к власти и готовы закрыть глаза на российских преступления против Украины. За аннексию и за оккупацию наших территорий. После распада СССР Запад стал проявлять повышенный интерес к странам подсоветского пространства. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии, никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине, в Украине и в Грузии, предупреждает нас всех патрушев. Но знаете, если мы говорим там об уровне жизни и каких-то других таких социальных вопросах, слушайте, даже сейчас разница между Украиной и Россией, она, если есть, то несущественная. Потому что если бы она была, то уровень жизни на российская пропаганда сравнивала бы не с Украиной, а, например, с Германией или Соединенными Штатами. Но об этом никогда в таком ключе здесь не говорят. Исключительно меряются ракетами. Журналист аргументов и фактов крепкий орешек. Вопрос, почему такое пристальное внимание к государствам постсоветского пространства? Ну, потому что, по их мнению, там должна хозяйничать исключительно Российская Федерация, как у себя дома. В этих странах уже была предреволюционная ситуация, либо они рассматривались как плацдарм для дальнейшего давления на Россию. И да, свержение Владимира Владимировича. В этих странах ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР, и поэтому не имевших личных представлений и реальных знаний о Советском Союзе. Да, конечно, во многих странах обновляется власть, приходят новые люди, только не в России. Никого не беспокоит и не настораживают, что с момента развала Совка уже прошло практически 30 лет. Ну, а Патрушев хочет, чтобы все равно вся там номенклатура продолжала рулить. Ну, как в России. Тут он рассказывает о том, что пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России на враждебного ей государственного стиля поведение элит может быть ускорен искусственным путем. Ну, наверное, с этим даже можно согласиться. То есть элиты, настроенные враждебно к Российской Федерации. Да, Запад в этом виноват. А почему тогда на территории Грузии и на территории Украины расположены российские военные базы после оккупации военной территории? Может быть, здесь причинно-следственная связь, а не наоборот? Но, как вы понимаете, об этом они здесь вряд ли что-то скажут. И самое важное и интересное, что Патрушев рассказывает о том, как правильно бороться с этими цветными революциями. В то же время, своевременное принятие властями соответствующих контрмер позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада. Свидетельство этому неудавшаяся попытка цветной революции в Узбекистане в 2005 году. А что тогда было? Были события в Андижане. И при подавлении протестов погибли сотни людей. Вот это пример для Российской Федерации. Также игнорирование предписаний и настоятельных рекомендаций из океана позволило властям Республики Беларусь не допустить разворачивания революционных событий в 2006 году. Тогда Александр Григорьевич тоже переизбирался. И все, кто вышли против него на улицу, были, ну, встречены ОМОНом, задержания, избиения и так далее, и так далее. Вот, человек, приближенный к Владимиру Путину, нам рассказал, как в случае чего будут действовать в Российской Федерации. В общем, они ни в коем случае не дадут этой оранжевой заразе или цветной заразе переметнуться на Российскую Федерацию. А что-то означает, что Владимир Владимирович Россия навсегда это не новость. И как бы, если бы они делали вот эти все движения в рамках своих международно признанных границ, то ради бога, стойте хоть на голове. Но российская власть, чтобы сохранить ее, ну, в смысле власть, нападает на соседние государства. И в этом, конечно, беда. А с этим мы никогда не согласимся. Подписывайтесь, читайте Агентство Униан. Чао!